Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. Вопросы поддержки мобилизованных граждан и их семей обсудили сегодня на заседании под председательством Рашида Тимрезова. Они вносят значимый вклад в укрепление единой налоговой системы страны. Работники налоговых органов отмечают свой профессиональный праздник. В соцветии народов и религий в общественной палате обсудили актуальные вопросы в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. Сегодня Международный день телевидения наградили представителей средств массовой информации республики. Сегодня глава Карачаево-Черкесия Рашида Тимрезова провел заседание по реализации комплекса мер, направленных на поддержку мобилизованных граждан и их семей. Забота о наших военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции и членах их семьи, остается одной из наших приоритетных, важнейших задач на сегодняшний день. В центре внимания властей в рамках деятельности регионального оперативного штаба, конечно, члены семьи участников СВО, отметил руководитель региона. Наряду с принятыми мерами поддержки в республике оказывается и адресная помощь этим семьям по любым возникающим вопросам, от обеспечения продуктовыми наборами до получения квот на лечение и газификации их домовладений. Кроме того, на заседании обсудили комплекс мер по дополнительному оснащению участников спецопераций. Помимо уже выданных комплектов снаряжения, оперштабом еще приобретены сотни комплектов зимней одежды и утепленной обуви, продолжают формировать очередную партию тепловизоров, раций, квадрокоптеров, генераторов. Также Рашид Тимрезов дополнительно поручил проработать вопрос взаимодействия с военными госпиталями, где сегодня проходит лечение наши земляки, где для оказания помощи ранены. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники налоговых органов. Лучших специалистов службы честовали на торжественной коллегии Управления Федеральной налоговой службы России в Карачао-Черкесии. Альбина Ланкова продолжит тему. Для Османа Джашакуева очередной профессиональный праздник стал знаковым. Сегодня его наградили знаком отличник Федеральной налоговой службы России. Осман Джашакуев работает в налоговой с 1991 года. Он ветеран службы. За это время прошел большой путь по становлению и реализации государственной политики в сфере контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах. Налоговая система развивается. Внедряются современные цифровые продукты и сервисы, способствуя эффективному взаимодействию с гражданами и бизнесом, отметил Осман Умарович. Вообще цифровизация нашей службы, по общим оценкам, мы лидеры вообще в мире. Несколько отделов менял. Ну, каждый отдел по-своему интересен. В принципе, и инновация получается. Вообще желательно, на мой взгляд, в процессе карьеры работнику менять отделы. Расширяется кругозор и больше понимания происходит. Очень многих процессов, которые в нашей службе имеются. В профессиональной дате дню работника налоговых органов Российской Федерации подошли с хорошими цифрами. Тому подтверждение положительная динамика результатов исполнения бюджета. С января по октябрь 2022 года бюджетную систему Российской Федерации поступило 16 миллиардов 117,1 миллионов рублей, что составляет 109,5% от уровня поступления прошлого года. Эти цифры свидетельствуют о том, что деловой и инвестиционный климат республики налажен. И задача, поставленная перед управлением Федеральной новой службы Покорчаево-Черкесской республики главой, на пополнение доходной части бюджета исполняется в полной мере. Все это результат четкой повседневной работы налоговиков. Они делают все необходимое, чтобы обеспечить наполняемость бюджетов всех уровней. Именно поэтому в этот день за непростой труд и преданность своей работе отличившимся сотрудникам службы вручили ведомственные награды и почетные грамоты. Были присвоены и очередные звания. Виновников торжества от имени главы Корчаева-Черкесии Рашида Тимрезова поздравил председатель Народного собрания республики Александр Иванов. Он отметил, что налоговая служба исполняет важную миссию для государства, ставит непростые задачи по обеспечению финансовой и экономической стабильности в нашей стране. Сегодня от вашего профессионализма и компетентности зависит не только пополнение бюджета всех уровней, но и поддержание комфортного экономического климата в Корчаево-Черкесии и в России в целом, отметил он. В этот день виновникам торжества цветы, награды, хорошее настроение и слова поздравления. Еще раз всего наилучшего в личной жизни, на работе. Вы один из самых известных в нашей республике коллективов. Как сказал Александр Игоревич, вы достигли высот в своем профессионализме. Совершенствуйтесь, радуйте нас своими успехами. Здесь сказано об инвестиционном климате. Не забывайте поддерживать это. Удачи вам во всем. В общественной палате Карачаева-Черкесии состоялся круглый стол соцветия народов и религий. Россия в условиях новых вызовов. Участники обсудили актуальные вопросы в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений, способных нанести ущерб устойчивому развитию России и общественной безопасности. Мадина Каракетова подробнее. Инициаторами проведения круглого стола выступили Министерство Карачаева-Черкесии по делам национальности, массовым коммуникациям и печати и Карачаева-Черкесий государственный университет имени Умара Алиева. Необходимость проведения круглого стола на данную тематику и широкое обсуждение актуальных межэтнических и межконфессиональных проблем возникло в связи с новыми вызовами, которые стоят сегодня перед Россией. Здесь собрались представители различных сообществ, религиозных, национальных, общественных. Естественно, научный пул присутствует, эксперты. И здесь, конечно же, время от времени нужно рефлексировать на тему путей поиска, поиска путей, формирование прочных основ гражданского общества на основе взаимопонимания, взаимоуважения различных культур. За круглым столом специалисты, представители научного и экспертного сообщества собираются не впервые. По мнению Толсултана Узденова, такой постоянный диалог крайне необходим для выработки путей дальнейшего развития страны и ее регионов. О попытках осквернения семейных ценностей и морального разложения российского общества говорил советник директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Алексей Петров, который специально приехал из Москвы для участия в работе круглого стола. По мнению столичного эксперта, именно в семье зарождаются и развиваются культура, традиции и воспитание. То, что сегодня проводится такой круглый стол, он в первую очередь подчеркивает значимость того, что все-таки семейные ценности – это основа духовно-нравственного воспитания в первую очередь молодого подрастающего поколения. Во вторую очередь это сохранение традиционных ценностей и нет продвижения ЛГБТ-идеологии. Это в первую очередь. То есть семья, она должна оставаться семьей, и традиционные ценности, они всегда должны оставаться традиционными ценностями. Тему межнациональных, межконфессиональных отношений, культуру, обычаев, традиции необходимо поднимать периодически, поддержал мнение заместитель министра Карачаева Черкесии по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев. Основной тезис его выступления – предоставленная сама себе молодёжь, и это, по мнению Слава Хубиева, самый основной вызов нашей современности. В качестве примера привёл детей 90-х, выросших в своеобразных условиях и пришедших к власти, и не все из которых сумели понять политический вектор президента страны, что и приводит сейчас ко многим катастрофическим ситуациям. «Некоторые молодые люди, я опять же не хочу их обвинять, они ориентированы на западные ценности, на культуру Европы. Ну, на Кавказе, к счастью, этого нет, но если мы говорим о всей стране, то мы видим, что считаются те ценности, которые были для нас неприемлемы, они становятся нормой. Вот с этим нужно бороться. А с этим мы сможем бороться только лишь посредством традиций, посредством духовных ценностей. Вот об этом мы должны говорить». Авторитетное мнение о духовно-нравственной стране воспитания высказали представители духовенства Карачаева-Черкесии. Далее работа круглого стола продолжилась в нескольких тематических блоках на заданную тематику. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, в конце дня в горах местами дождь, ветер южный 5-10 метров в секунду, днем в горах будут порывы до 15-20, температура ночью 5-10, в горах до 5 градусов тепла, а днем 15-20 выше нуля и местами до плюс 12. В Черкесске без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду, температура ночью 7-9, а днем 18-20 градусов тепла. Полундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу только до 27-го НДФ в Кисловодском цирке. 2,96, 58. Спешите узнать тайну пирата! Новая коллекция шуб в магазине «Вятские меха». Участвуй в бонусной программе и получай дополнительную скидку на покупку шубы. Рассрочка без переплаты и первого взноса. «Вятские меха». Троллейбусная остановка на кругу, улица Кавказская, 42, город Черкесск. Окна в рассрочку! Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Продолжаем выпуск. Сегодня во всем мире отмечают Всемирный день телевидения. Принимали поздравления представители средств массовой информации Карачао-Черкесии. Отличившихся поздравили депутаты парламента. От имени председателя Народного собрания Александра Иванова вручил почетные грамоты председатель комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ Наурус-Темрезов. Высокой наградой отметили и сотрудников ГТРК «Карачао-Черкесия», специального корреспондента Адину Каракетову, телеоператора Алия Бастанова и оператора монтажа Андрея Карамова. За многолетний труд, высокий профессионализм, значимый вклад в развитие средств массовой информации, активную общественную деятельность. На самом деле вы проводите огромную работу. От вас многое зависит. Если у вас позитивное настроение, то у всех зрителей, у миллионов людей, в частности, будет позитивное настроение. Желаю, чтобы наша республика процветала и занимала достойное место в стране по всем направлениям. Вот ваш вот этот, ну, нелегкий поистине труд, чтобы ваши достижения были на мировом уровне. Сегодня свои поздравления со Всемирным днем телевидения адресовала коллективу ГТРК «Крачево-Черкесия» и Управление Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Крачево-Черкесской республике. С приветственным словом обратился руководитель Андрей Пархоменко. Он поблагодарил коллектив за профессионализм, объективное освещение событий, оперативность, достоверность и тесное сотрудничество с ведомством. Андрей Пархоменко пожелал творческих успехов, новых профессиональных взлетов, слаженной и эффективной работы. Уважаемые наши именинники, от всего личного состава Росгвардии, от руководства поздравляем вас с этим днем, Всемирным днем телевидения. Желаем вам крепкого здоровья, успехов, благополучия. Ту радость, которую вы даете людям, она очень нужна. Она смотрит все ваши репортажи, вникает в курс, в обстановку, которая происходит на территории Российской Федерации, самое главное, на территории Карачао-Черкесской республики. За это вам огромное спасибо. Поздравляем вас с этим праздником. Будьте здоровы и счастливы. Кубок мечты пополнилась копилка наград ансамбля национального танца на мыс Севского дома культуры Аула Кошхабль. Танцевальный коллектив совсем молодой, только начинает расправлять крылья на большой сцене. Его дебютный выход в рамках фестиваля конкурса сценического искусства «Кубок мечты» завершился блестяще. Ребята стали лауреатами первой степени в номинации «Народный танец», а хореографическая композиция «Девичий танец» получила грант-при фестиваля, став лучшей в номинации «Народно-сценический танец». По итогам конкурса коллектив получил приглашение на международный грантовый фестиваль искусства без границ, который пройдет в Санкт-Петербурге. Номерный фонд курортов Карачао-Черкесии на новогодние праздники забронирован почти на 90%. Курорты Карачао-Черкесии традиционно пользуются большим спросом на новогодние праздники. Особенно у гостей популярны Дамбай, Архыст, Туркомплекс, Медовые водопады и Тибердинский национальный парк. Несмотря на то, что до новогоднего периода еще больше месяца, номерной фонд уже забронирован. В минувшем сезоне новогодние каникулы на курортах Карачао-Черкесии провели около 170 тысяч туристов. Отметим, что на курортах республики для гостей подготовлено более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов. Для отдыхающих работают 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс разной сложности. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Баренцево море». Редактор субтитров А.Семкин